всем большие приветики вы на канале гектолайф и вот тут у меня стоят цветочки смотрите это значит орхидея я хотела вам показать так сейчас я вам ее уже показывала да что я посадила большой горшок и связи с этим листики особо не росли да и корни у меня как бы смущать начали но я посмотрела полезли вон зеленые корешки и кроме этого посмотрите вон видите что там растет правильно соцветия вы представляете то есть скоро моя маленькая замечательная орхидейка которая являлась малышкой но я вам рассказывала да если не смотрели оставлю ссылку на ролик в общем это пересаженная детка от орхидеи большой кстати из икеи посмотри какая прелесть я просто восхищаюсь хочу поскорее посмотреть что из этого как говорится получится вот так поставим к солнышку ближе вот кактусики которые приобрела один уже пересажен а второй нет это просто прелесть вот действительно что-то такое японское выглядит так красиво цвет такой сочный почитала что этим кактусом необходим долгий свет да а зимой же он сокращен поэтому дополнительный свет желателен также вот второй кактусик пересаженный почему у него тут начинай так шатать но начинают расти вот здесь вот новые такие вот кружочки в общем класс это не настолько насыщенный как вот это да по цвету но все равно тоже красивый он с этим был первый куплен пересадил как видите в банку из-под йогурта я объясняла почему это так пересаживается а это фиалочка фиалка тоже нуждается в свете но при этом она боится отопительных приборов то есть стоит подоконнике это не очень для нее вариант но как только я приставляю в комнату там света видимо ей недостаточно листики начинают желтеть тут тоже от недостатка влаги могут начать желтеть но в общем я контролирую влагу влажность я опрыскиваю цветы вот сюда я налила воду и в общем получается все очень даже неплохо смотрите обладательницы какого шикарного подарка стала я на день матери да сынок для меня вот это сотворил просто даже не верится уже такой взрослый и может делать такие вещи посмотрите что это у нас ну вы поняли да лопаточка и дырочка даже есть все что нужно то есть ей действительно можно пользоваться так вот муж посмотрел сказал что да она годна для использования вот так здорово правда ой какой молодец не могу поставить она падает а вот так это тоже нарисовался нулька ну как можно догадываться это нарисовано как раз таки к новому году это у нас курица такая нарядная по моему очень здорово выглядит хоть и да видно что нарисовано немного липовата но все же общий образ получается достаточно красив вот мне очень нравится серьезно то есть не то чтобы да там мой сын нарисовал ой ой давай там восхищаться нет мне действительно нравится и это было рисуем гуашью а тут у нас кто то предвестник нового года снеговичок у меня свеча стоит подсвечники люблю периодически зажигать свеча языке и с ванильным ароматом но а знаете мне что не нравится в свечах то что они очень быстро начинают вот прям заполнить своим ароматом комнату и мне честно говоря даже от этого плохо станут спать не зажигаю так аромат распространяется потом приходится гасить ароматизированные свечки ну ладно и вот рома чем ты тут занимаешься раскрытие занимает ну понятно какой ящик разбираем даже несколько ящиков на пару по мне надо все а почему мы разбираем роман потому что у меня страны что установить счетчики мы планируем устанавливать мы планируем устанавливать счетчики а для ну положи там года нибудь пока что кстати спрашивали да куда делал желтые ванны куда она сделал желтые ванны тела она не делась у нас просто две ванны одна сына одна наша вот это вот как раз таки ванная сына зелененькая мне тоже планируем ремонт впоследствии делать да нет вы что не у нас все не так мы просто любим перекрашивать план маску ну в общем тут такие вот ящики не за давайте заглянем ой ничего не видно вообще практически да не очень но в общем ящики здесь вынут ящик тоже пить эти рельсы так стоп стоп подожди я хочу показать 8 сам тоже в общем вот здесь проблема у нас все снимать для того чтобы заменить трубой фонарь и расскажешь и покажешь да как вот таким все образом выглядит ну и что тут за проблемка он видишь там труба немножко того вот надо ликвидировать посмотрите а это что за счетчик тогда это то что мы меняли когда он у нас сдох тогда то есть подожди это это подожди какой это был счетчик я не понимаю вообще-то фильтр какие-то они выведены прям сразу в канализацию даже два счетчика странно как будто бы у нас уже стоят похоже на на те которые нужно чем счетчики воды собственно говоря оставил а то мало ли может кто не знает но чем еще скажешь прокомментируешь ну а вот это надо разбирать кто у нас тут потому что скажу мне нет проблем нет у меня есть конечно я интересуюсь чем хозяева да тут занимает а видишь она стоит просто решила сейчас по десертничать чай себе с молочком сделала пьем липтон кружки из fix price и вообще обожаю она такая классная и красивая и удобная и да с чем я буду пить чай мы приобрели вот такой вот тортик написано бельгийский шоколад классика кондитерского искусства для крема мы думали что это будет наверное неплохо все таки бельгийский шоколад оказалось не так торт напоминает знаете не очень качественное птичье молоко так все красиво довольно таки изображено теперь давайте посмотрим вовнутрь заглянем во внутрь здесь у нас уже все разрезано поэтому может быть не такой товарный вид что само собой разумеется ну и вот так в разрезе выглядит оригинал то что внутри ну как вам уже само по себе конечно далеко от совершенства того что изображено на коробке да но выглядит на самом деле не так да мне кажется должно выглядеть на камеру довольно аппетитно но увы не слишком вкусно причем это и мне не понравился роми ром тебе понравился тортик нет видите надеюсь вы слышали общем роми тоже не понравился он какой-то такой никакой иными словами но тем не менее надо его есть поэтому я сейчас буду пить с ним чай или чай с ним как хотите димошка вернулся со школы расскажи какие у вас обновления он же после каникул вышел и такие глупые со стариками обманули не то что не будет нет расскажи сам начал я зрителям не рассказывал что у вас бассейном сделали ну расскажи ну короче вот бассейн вот у нас да есть ну я не как бы уменьшили на один урок ну да по причине расскажи причину потом поменяли расписание четыре дня стало 6 уроков 14 вы представляете то есть у них расписание на сегодняшний день четыре дня в неделю шесть уроков 6 это очень много да димочка а один в неделю урок получается и один день получается четыре уроков в неделю ну и значит потом а почему давай расскажем сначала почему так решили сделать из-за того что какой-то старик ударил мальчика ну там по-моему просто мужчина не стали неважно пожилой мужчина просто мужчина мальчика да в общем какой-то там мужчина сделала плюху одному из учеников родители пожаловались решили сделать как как решили сделать рассказывать ну значит с короче было шесть пять шесть пять шесть то есть тот день когда бассейн было шесть уроков и теперь теперь что взяли убрали литературу то что очень глупо сделано взяли визру одну физру взяли хорошо и на другой день получилось шесть уроков и литература на другой день тоже 6 нет но подожди это неприятная литература можно было оставить с ранее было бы два дня на пять уроков то есть зачем нужно было делать один четыре остальные шесть ну да но а собственно говоря так что то я ты мне так начал рассказывать а я же хотела что-то другое сказать да не важно потом и значит как бы если день когда можно так отдохнуть хорошо не они бассейн взяли удлинили то есть они за временем вообще не следили не но я считаю где тут я с тобой не согласна хорошо что есть просто не по факту теперь не 4 уроков как бы да получается разгрузочный день в среду опять но я лично не против потому что бассейн это хорошо у нее бассейн получается последними двумя уроками это прекрасно на самом деле но вернуться раньше отдыхал но а вот что я хотел сказать значит вам сказали что не будет больше посторонних людей да на этом основании то есть выделят целый час ну как час там 45 минут час я не знаю сколько предположим час до перемены чем урок выделят для того чтобы дети могли заниматься одни абсолютно то есть все дорожки нам директор школы сам сказал что все дорожки будут выделены только для детей но по факту дима сейчас рассказывать что у вас там по факту значит мы подождали столько старушек просто муравейник был там четыре старушки вошло потом еще парочку вышло еще сколько то вошло и все же в нашей раздевалке ну как бы еще два взрослых человека было когда мы вошли тоже был один то есть по факту все равно остались ничего не не изменилось поэтому непонятно зачем вообще было так делать зачем надо было менять расписание да зачем надо было все это вот подымать зачем было надо собирать собрание школе вот зачем все это было если по факту ничего не поменялось и все осталось прежним в плане того что все равно у детей есть шансы того что они могут там быть в небезопасности могут получить от кого-нибудь еще плюху надеюсь это конечно не будет но вот такие вот дела да вот это вот я хотела донести рассказать то что беспорядок конечно творится нехорошо а детям действительно должны выделять но я думаю что официально но у детям должны выделить пару часиков пару уроков надо выделить было бы да чисто для детей ну вот по факту ничего этого нету а так как-то нас так еще физража начиналась четвертого урока да как раз когда старики пожилые люди да 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 пожилые люди и как бы также осталось опять начинается физра с такого же времени как и начиналось раньше то есть четвертого урока еще и 5 дополню хотя вообще какой-то обман я расстроен и огорчен либо оставить как все было и да в этом плане безусловно то есть как бы сделали вообще непонятно что зачем все менялась к чему все это не ясно а как целый день ты прошел школе вообще расскажи так нормально почувствовала что все-таки было три урока в целом ну кроме физра ну типа да все равно какой-то уставший как будто сегодня шесть-семь уроков было честно снова так выглядишь я еще раз трону ладно не переживай главное что бассейн есть и главное что он все таки я вот волновалась что у них бассейн сделали одним уроком это мало это это мало один урок это мало нормально но я лично довольна бассейн хорошо нравится бассейн и плавал нравится но все же я мне бы это больше нравилось если бы остальные дни бы я не знаю хотя бы один баня 5 я хочу побольше отдохнуть дома чем покупаться не ваня достаточно нет бассейн это круто тем более я устал дима ты в очках да мы очки купили как у тебя нравится давать как то нормально нормально ты говорил же классно что ты еще радовался что очки у тебя то есть теперь глазки защищены а то вот знаете приходил первые пару раз да у тебя глаза все красные были от хлорки сейчас в очках дима плавает и это здорово сейчас вот идем по такой деревянной дорожке тогда показывал вам сегодня себя впервые знаете куда мы направляемся налоговую инспекцию очень раздражает то что они мне не прислали бумажку на налог имеет и приходится самой тащиться спрашивается какого фига я нужно еще бегать за то за тем что у меня будет отбирать пусть и небольшие деньги то есть мне приходится еще и бегать да плати на лук да еще бегать за ним ну ладно что поделать в любом случае процедура необходимая поэтому буду ее выполнять поедем сейчас разберемся все узнаю короче ром не хочет рассказывать его кинули с ремонтом ну с этим еще не знаю с чем-то муки чем-то кинули он уже оплатил по квитанции но думаю что не сделали будем и сразу трудную ванной теперь жить надо ванну все разобрал нормально не договорился они ему позвонили вернее даже они мы не звонили он сам название он целый день пытался что-то выяснить оказалось что чувак только завтра придет я не знаю как рома так договаривается вообще что ничего не понятно если они договорились ну нормально вода сразу на другой день то все было бы понятно не нужно было бы разбирать ванную вот это все снимает на все эти полки в каком смысле не нужно было бы разбирать но нужно было бы но не сегодня если мы на завтра договорились полноценно нормально это получается он сказал разбирай не сказал когда придет это или сказал я не знаю не слышно что сказал когда я закончу ну смысле не знал какая разница в любом случае он должен был сегодня рассчитывать правильно это вся катаваси длится со вчера еще вечером тоже кинули пришли что-то посмотрели ушли опять рома сидел и ждал глаза глупые сделали идиоты я дрова сидел и ждал 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 никто никто не пришел как-то потом выяснил что они не придут просто понял или что позвонил а он позвонил джек им сказали а вот фигушки работу не закончилась никого не будет вот такая фигня то что ждем завтра я уже честно сомневаюсь что вообще что-либо сделать мне кажется завтра будет та же фигня честно а ты что думаешь ты все еще веришь в лучшее поле мозга тадо ебать как не скромно на территории налоговой инспекциям то есть посмотрим все будет много народу конечно будет фигово народа короче море стоим ждем прикол бустошка ходит на трампу талала бабушка скинула и она убежала в общем и реагирует ну все мы дома наконец-то добрались я получила документы до счастливая безумно просто теперь заплачу налог ну что сказать да я конечно зла народу было выше крыши получается что за собственным налогом надо ездить стоять в очереди существу 80 человек нет даже больше не знаю в этом было в чеке который в талоне которого ты мне распечатал 42 человека по номерам на человек то с чем-то разница не думаю что 100 там вряд ли бы влезло знаете там такое помещение небольшое и она может у нас там я удивилась до пяти хаточек обновилась нет полна грязала максимум может быть но ко всем окнам они только к определенным которым я выбрал на это неважно я так не считаю обычно там пишут так как есть то есть 42 значит так скорейшего куда нужно 50 но чтобы ну что значит отказ на там ведется сказать статистика еще один взял номер они знают что это опять я его аннулируют как они знают что 42 снизу аннулируют короче ладно не слушайте рома в общем это абсолютно неважно а важно то чтобы под конец хорошо что мы подошли к тем мы стояли в стороне следили за табло на котором выводили цифры до по которым можно было попасть соответственно нужно до нужное место и выполнить нужную процедуру в итоге значит мы подходим я так у меня чуйка сработала я подумала что да 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 что то так надо идти что сейчас будет и через какое-то время представляете вот те окна те два о два окна которые там были они в одном окне заявили но в том принципе получилось то же самое сказали что типа все она реально до время заказа стал сейчас поэтому все ваши талоны аннулируются вставайте в очередь и все я быстро сейчас распечатали по распечатывать только бумажки тем кто пришел на себя да вы представляете то есть только на себя то есть кто стоял до 2 2 окно для консультации вы писать те кто стал допустим там распечатать ну родственника до своего то все они просто простояли в пустую им надо было отправляться назад это ужасно но те кто пришел просто а таких оказалось очень много на себя распечатать устали всего очередь и что у кого какой талон давайте по талонам и тыры-пыры короче жесть слава богу я была ну так получается что на самом деле я был почему для окна но там уже сколько полных мужиков стояла которые так подсветились резко они старались они стояли ближе к этому окошку чем я поэтому естественно не как топнут там один разок вне конкуренции абсолютно и этот бабусь кто же такая сразу придом сейчас попасть и я не буду спорить естественно но ничего прошла и прошла ладно но когда мужички подсветились там сразу вот прям четыре моряка встала а позади стояли недовольные женщины и говорили ой-ой-ой-ой-ой ну как это понятно ладно в общем это не важно а важно то что все это получила сумма меня вполне удовлетворила то что я даже не знала что у меня получится и на этом мы сегодняшний ролик заканчиваем желаю вам чтобы вам приходил налог во время они вам приходилось тащиться туда получать налог свой для того чтобы до оплатить вам еще пулы получается надо испытать много стресса но вот не желаю я вам этого конечно ну и просто не оплачивайте все оплачиваете не слушайте рома плачут ну несомненно рома просто безответственный человек из так разговаривает абсолютный бред красе знают что налоги надо оплачивать я так обязательно потому что во первых это небольшая сумма по сути да а если накапливать если вы не оплачиваете налог то у вас идут пение а дальше как бы могут может даже дать его долго нибудь оплачивать дойдет вплоть до суда и будете вы уже в судебном порядке оплачивать крупную сумму будет как и причем как вы понимаете каждый год пение растет чем больше вы не платите тем выше соответственно вас идут начисления а зачем оплачивать потом какие-то лишние суммы до когда можно оплатить просто сразу нормальную небольшую цифру вот но на этом точно я уже заканчиваю до свое повествование свой сегодняшний влог желаю вам удачи во всем и вообще всего самого замечательного по жизни улыбайтесь чаще и пусть проблемы вас обходят стороной пока скажи пока пока до новых встреч в следующих роликах в следующих роликах